Рассмотрим пару примеров или сюжетов, с помощью которых можно будет неформально обсудить такие важные для математического анализа понятия, как производная и предел последовательности. Начнем с сюжета, посвященного приближенному вычислению массы планеты Земля. Будем обсуждать не физическую сторону вопроса, а вот что. Предположим, мы измерили с ошибкой какие-то физические величины и производим на основе этих измеренных значений какие-то расчеты. Как будет вести себя ошибка в вычисленных значениях? Как она будет накапливаться? Представим себе, что мы смогли с какой-то точностью измерить радиус Земли. Пусть r это измеренное значение радиуса Земли. Но имеется ошибка измерения, из-за которой можно утверждать, что фактически радиус Земли равен r плюс дельта r, где дельта r ошибка измерения. Вопрос, как эта ошибка повлияет на вычисленный в результате этого измерения объем земного шара. Если мы будем предполагать приближенно, что земной шар это действительно шар. Из школьного курса стереометрии мы знаем формулу для объема шара. v объем равно 4 третьих πr в кубе. Если r это измеренное значение, то v надо полагать вычисленное на основе измерений значение объема земного шара. А фактически объем земного шара обозначим как v плюс дельта v. Где дельта v ошибка, с которой мы вычисляем объем земного шара. Ну, если предполагать, что Земля действительно шар, то есть ошибка кроется только в том, что мы не точно измерили радиус. Тогда это будет 4 третьих π на r плюс дельта r в кубе. Теперь нам надо отсюда найти, чему равно дельта v. То есть, чему равна ошибка определения объема. Так. Для этого мы должны взять разность между этой величиной и этой величиной. Здесь мы должны будем раскрыть скобки. да? То есть, 4 третьих π умножить на то, что получается в результате раскрытия скобок. Скобки мы раскрываем по формуле бенома. Если мы ее помним, если нет, то просто записываем подряд три одинаковых скобки и раскрываем их. Ничего сложного. Тогда у нас получается r в кубе плюс 3r на дельта r плюс 3 да, плюс 3r квадрат на дельта r, да? плюс 3r на дельта r в квадрате плюс дельта r в кубе минус скобка закрывается вычесть отсюда надо собственно говоря значение v 4 третьих π в кубе. Так. Хорошо. То есть, на самом деле у нас это слагаемое сокращается с этим слагаемым а остается сумма трех слагаемых. Я хочу их записать таким образом. Дельта v равно давайте вынесем за скобку величину 4 третьих π умножить на первое слагаемое 3r в квадрате на дельта r получится 4 πr в квадрате дельта r что останется в скобках. Первое слагаемое будет единица естественно следующее слагаемое будет дельта r делить на r и наконец последнее слагаемое 1 третье умножить на дельта r делить на r в квадрате. Все. Скобка закрывается. Вот точное равенство. А теперь я хочу сказать следующее. В наших приближенных расчетах на самом деле нам не очень нужны некоторые слагаемые мы можем ими пренебречь ввиду их малости по сравнению с другими слагаемыми. Вот посмотрите предположим что мы измерили радиус с точностью порядка 1 процента то есть дельта r это порядка 1 сотой от r тогда в этой скобке у нас стоит сумма трех величин единицы чего-то вроде 1 сотой и чего-то совсем малого в три раза меньше чем 1 десятитысячная. Так То есть в принципе мы могли бы пренебречь этими двумя слагаемыми. А если дельта r по сравнению с r совсем малая величина то у нас еще больше оснований пренебречь этими двумя слагаемыми и оставить только первые слагаемые. То есть мы можем приближенно записать что ошибка определения объема равна 4p r в квадрате дельта r. Мы можем на самом деле дать простую и естественную геометрическую интерпретацию этой формулы если мы нарисуем такую картинку. Итак вот я нарисую здесь стилизованный земной шар измеренного радиуса r то есть представление тех кто измерял о земном шаре соответственно объем у него будет равен v а вокруг него нарисую тонкий шаровой слой который имеет объем дельта v представляет собой разницу между объемом фактическим и измеренным это дельтовая если толщина шарового слоя малая то его объем можно приближенно вычислить как площадь поверхности вот этой сферы равной по известной вам тоже из школьного курса стереометрии формуле 4pr квадрате да площадь поверхности сферы умножить на толщину шарового слоя а толщина шарового слоя равна дельта r вот и получается площадь поверхности на толщину то есть 4pr квадрат на дельта r эта формула конечно приближенная потому что этот тонкий шаровой слой все же таки нельзя разложить на плоскость если бы это было можно сделать тогда бы мы действительно могли утверждать что объем фигуры равен площади как бы ее основания на толщину но поскольку нельзя разложить на плоскость то там точная формула будет другая но приближенно можно утверждать что объем этого шарового слоя равен вот этой величине и чем меньше дельта r тем с большим основанием можно это утверждать хорошо хорошо а теперь следующий шаг давайте вычислим массу земли для этого нам нужен еще один показатель а именно средняя плотность земного шара это физическая величина может быть измерена в результате специального гравиметрического эксперимента ну такие эксперименты ведут начало от опыта опыта кавендиша вот тут положим нам удалось приближенно измерить среднюю плотность земли то есть ρ это измеренное значение плотности а δ ρ не δ ρ а ρ плюс δ ρ фактическое а δ ρ ошибка измерения как тогда нам вычислить массу земного шара но масса основанная измерениях вычисляется как произведение плотности на объем то есть роновая а фактическая масса m плюс δm где δm это ошибка в определении массы вычисляется как произведение двух скобок ρ плюс δ ρ на v плюс δ v если мы раскроем скобки и выразим отсюда δm то получим следующее выражение δm равно дельта ρ на v плюс ρ на δm и третье слагаемое это произведение двух ошибок δ ρ на δm и вот опять я утверждаю что последнее слагаемое является достаточно малым малым по отношению к первым двум и при малой величине δ ρ и δ v относительно соответственно величин ρ и v можно этим слагаемым пренебречь чтобы это было наглядно видно я нарисую такую картинку вот прямоугольник со сторонами ρ и v соответственно его площадь равна произведению ρ на v то есть m а к нему мы добавляем еще вот такой кусок с толщиной вот здесь δ ρ а по вертикали δ v такой угол это приращение массы связанная с ошибкой ее вычисления то есть δ m это δ m состоит из трех кусочков из трех прямоугольников δ ρ v вот он ρ δ v и последний вот этот маленький кусочек вот этот прямоугольничек если эта толщина и эта толщина малы по сравнению с размерами основного прямоугольника то из картинки видно что площадью вот этой маленькой можно пренебречь не включать ее в расчеты и оставить только первые два слагаемых так то есть δ m приблизительно равно δ ρ на дельта на дельта v теперь несколько комментариев о значениях этих формул для понимания математического анализа ну вот первая формула для ошибки вычисления объема земного шара это на самом деле не что иное как частный случай формулы для производной степенной функции но чтобы не давать строгих определений там таких вещей как производная я запишу эту общую формулу в виде приближенного равенства а именно приращение величины x степени n δ x степени n приближенно равно n на x степени n-1 на приращение величины x на δ x здесь в данном случае n равно 3 но еще добавлен множитель 4 третьих π который тоже тут добавляется как множитель соответственно вот второе замечание касается того что здесь у нас вот в формуле приближенной формуле для δm фактически записано не что иное как формула для дифференцирования произведения двух функций а именно приращение произведения равно сумме двух величин приращение первой величины умножить на вторую величину плюс сама первая величина умноженная на приращение второй величины это формула для производной произведения так сказать вот можно так интерпретировать если все то же самое записать в терминах относительных погрешностей то получится следующие простые формулы относительная погрешность это отношение абсолютной погрешности или ошибки к самой величине относительная погрешность измерения радиуса земли равна дельта r делить на r так вот из вот этих двух формул следуют такие формулы для относительных погрешностей во-первых дельта v делить на v равно 3 дельта r делить на r а во-вторых дельта m делить на m относительная погрешность определения массы которая с произведением двух величин плотности объема равна сумме относительных погрешностей измерения плотности и объема то есть дельта ρ делить на ρ плюс дельта v делить на v так ну и в заключение немного цифр связывающих эти вычисления с фактическими данными о размерах и массе планеты земля радиус земли приближенно можно оценить как 6,4 на 10 шестой степени метров а плотность как 5,5 5,5 тонн на кубический метр при этом каждая из величин вычислена с относительной погрешностью порядка 1 процента если так то мы можем написать следующее во первых мы можем написать что объем земного шара равен 1,1 на 10 21 степени кубических метров плюс-минус трижды относительная погрешность измерения радиуса то есть плюс-минус 3 процента плюс-минус масса равна 6,05 на 10 в 21 степени тонн плюс-минус здесь складываются относительные погрешности для роя для в то есть плюс-минус 4 процента на практике скорее минус чем плюс но в общем все это близко к действительности и и и Продолжение следует...